МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакин. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. К 2020 году в Карагандинской области будет построено свыше 2000 арендных квартир. Сегодня полным ходом разрабатывается проектно-сметная документация. И в 95-летний юбилей полон сил и энергии. Ветерана Великой Отечественной войны Биркута Ешанова поздравили в военно-технической школе. Зарегистрировать автомобиль и заменить водительское удостоверение можно в сельских спецссонах. Первыми оценили преимущества новой системы жители Асакаровского района. С визитом в Карагандинской области побывали члены комитета Сената парламента по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам. Народные избранники встретились со студентами Каргу имени Букетова и обсудили социальные инициативы, озвученные президентом. Днем ранее депутаты Мажелиса и Сената парламента встретились с главой области Ерланом Кошановым. В ходе встречи столичные гости обсудили вопросы реализации пяти социальных инициатив. Данная социальная программа нацелена на улучшение жизни населения путем решения наиболее актуальных вопросов. Одна из инициатив, озвученных президентом страны, затрагивает важный для молодого поколения вопрос – доступность образования. Народные избранники выступили перед студентами Карагандинского государственного университета и отметили, что социальные инициативы – это не новое явление, а то, что закладывалось долгие годы с момента нашей независимости. Хотел бы сказать о том, что эти инициативы – это не сегодняшние инициативы дня, эти инициативы закладывались с момента первых дней суверенитета нашей страны. Уже тогда были сориентированы в программе 2050-2030 эти индикаторы. И в этой связи я хотел бы сказать, что нормативно-правовая база к этим социальным инициативам были заложены в марте прошлого года, когда главой государства были инициированы конституционные реформы. Глава государства непрестанно говорит о подготовке специалистов, которые будут востребованы в условиях динамично развивающейся мировой экономики. В связи с этим Нурсултан Азарбаев определил доступность образования одним из пяти вопросов, требующих пристального внимания и незамедлительного решения. В этом учебном году начнут строительство общежитий для студентов на 75 тысяч мест. Планируется выделить 20 тысяч дополнительных грантов. Все это открывает перед молодыми людьми новые перспективы. Об этом в своей речи упомянул и депутат Сената Владимир Волков. Вам открыты все дороги для комфортного и доступного образования, трудоустройства, обеспечения жильем, карьерного роста. От вас же, государства и ваши близкие, наверное, ждут только упорного труда. Вот совсем недавно наш президент обратился к молодежи, и он сказал замечательные слова. Президент напомнил, что сегодня весь мир переживает серьезные изменения, вступая в эпоху четвертой промышленной революции. И для того, чтобы достичь долгосрочных целей, мы должны интенсивно использовать эти изменения в свою пользу. В настоящее время 530 тысяч молодых людей обучаются в вузах. Лишь 30% из них – обладатели образовательных грантов. Дополнительные гранты позволят многим казахстанцам получить качественное высшее образование и внести свою лепту в дальнейшее развитие страны. В завершении мероприятия депутаты Сената и Мажелиса ответили на все интересующие студентов вопросы. Торжан Лянова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В течение трехдневной командировки депутаты планируют посетить наиболее отдаленные районы Карагандинской области. А в областном центре столичные гости также встретились с представителями судебного корпуса. Парламентарии отмечают, что предстоит большая законотворческая работа по реализации пяти социальных инициатив. Депутатам необходимо рассмотреть порядка 15 проектов законов. Одним из запланированных мероприятий в насыщенной программе столичных гостей была встреча с сотрудниками Карагандинского областного суда. Разъяснение пяти социальных инициатив. Такую цель преследовали члены Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената парламента. Организация встречи была долгожданным событием, ведь реализация пяти социальных инициатив подразумевает внесение поправок в законодательство. Председатель Комитета Георгий Ким подчеркнул, что новая социальная программа является уникальным путем решения острых проблем общества. Мы решили, поскольку эти инициативы очень важны, и по оценкам европейских экспертов, они сказали, что пяти социальных инициативов нашего государства является уникальной моделью для повышения благосостояния народа. И самое главное, что красный инициатив проходит направленность к молодежи. И насколько я понял, то вопросы к уяснению, то есть как из вас этих социальных инициатив уже уяснили, и поэтому прошла большая работа по разъяснению этих социальных инициатив, которые возглавляли Акимата. На мероприятии присутствовали судьи и представители Департамента внутренних дел Акимата и Маслихата области. В ходе встречи участники мероприятия сумели получить ответы на интересующие их вопросы. Георгий Ким поинтересовался тем, какие аспекты судебной системы нуждаются в регулировании. О наиболее ярко выраженной проблеме финансового сектора рассказала председатель судебной коллегии по гражданским делам областного суда Караганды Жанна Сейдалина. Следующие микрофинансовые институты, которые также не подвергаются какому-либо регулированию, это ломбарды. Ломбарды начинают вообще их деятельность, она связана только с выдачей кредитов от залогов. Наши ломбарды что делают? Они дают деньги, как простые банки, без принятия какого-либо залога. Идет на пульска первая на суды, потому что суды они вообще не должны обращаться, только должны за счет залога реализовать преимущество и попрыть свои убытки. Поэтому залог должен быть больше. Сплошь и рядом такие нарушения у ломбарды есть. И получается, что страдают и граждане, и страдают и все другие органы, и государственные органы, в том числе суды, которые задействованы на такие судебные театры. Стоит отметить, что в настоящее время на территории всей страны активно ведется работа по разъяснению пяти социальных инициатив, направленных на улучшение благосостояния жизни граждан. Напомню, что в число инициатив президента вошли новая ипотечная программа, снижение налогов, внедрение грантов и строительство общежитий для студентов, расширение микрокредитования и дальнейшая годификация страны. Торжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области к 2020 году должны построить более 2000 арендных квартир. В этом году будут готовы 332 из них. По темпам и объемам строительства арендного жилья по программе Нурлужол Карагандинская область занимает третье место в республике после Алматинской и Южно-Казахстанской. Об этом шла речь на аппаратном совещании в областном Акимате под председательством главы региона Ерлана Кушанова. В этом году за счет областного и местного бюджетов Тимиртау построят 90 квартир. В Асакаровском районе 72 квартиры за счет республиканского бюджета. В Караганде появится 60 квартир и столько же в Шахтинске. Всего же к 2020 году в области планируют построить 2417 арендных квартир без права выкупа. 258 из них в Саране, 240 в Караганде и 100 в Тимиртау. Сегодня полным ходом разрабатывается проектно-сметная документация. 2400 квартир по области, этого достаточно, в принципе, до 2020 года, даже до 2021 года, вот это количество ПСД, с учетом того, что мы там максимум можем реализовывать где-то 400 квартир по области в год. То есть этого, а срок реализации ПСД у нас три года. То есть уже вот эти вот ПСД, есть риск, что они останутся у нас, получается, без финансирования. И сегодня уже кто успел ПСД подготовить, кто успел, начал разрабатывать. И, в принципе, этот и следующий год уже ПСД, на разработку ПСД средства тратить там, как бы мы не рекомендуем. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов на аппаратном совещании дал поручение руководству городов и районов разработать проекты по обеспечению населения жильем и приступить к их реализации в ближайшее время. Глава региона подчеркнул, что строительство жилья – это один из главных показателей в работе Акимов. Это один из главных показателей в работе Акимов. Я сразу вот предупреждаю. Вот видите, вот кто работает, вот Сарань, очень хорошо они стартанули, пошли. И перспектива хорошая. Караганда даже, он отстает от них. А Сакаровка неплохо идет. Бухар жрал. Кроме того, в Караганде будут восстанавливать ветхое жилье. Сейчас идут переговоры по выкупу двух старых десятиквартирных домов по улице Ермекова. На их месте планируют возвести новые семиэтажки, в которые переселят жителей обветшалых построек. Арендного жилья в этом году не построят в Шетском, Каркаролинском, Абайском, Актугайском районах, а также в Сатпаеве и Каражале. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. К другим новостям. Крупное денежное вознаграждение за любую ценную информацию о злоумышленниках предлагают владельцы ювелирного магазина. Напомним, что в ночь на 15 марта неизвестные вынесли из магазина «Айгуль» товар на сумму более 12 миллионов тенге. Неустановленные лица действовали настолько четко и оперативно, что сумели уложиться в 2,5 минуты и скрыться с места происшествия до приезда охраны и полиции. На этих кадрах с камер видеонаблюдения видно, что внутри магазина грабители вели себя организованно. Они явно знали, что группа быстрого реагирования приедет через 4 минуты после того, как сработает сигнализация. Также по всему видно, что преступники до мельчайших деталей проработали свой план. Их лица от камер видеонаблюдения скрыли маски. На руки были надеты перчатки, на головы – шахтерские фонарики. Для награбленного они подготовили три сумки. Преступление произошло еще 15 марта, но в интересах следствия о нем ничего не сообщалось. По данному факту возбуждено уголовное дело, принимаются все необходимые меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц. Создана оперативно-розыскная группа из числа наиболее подготовленных сотрудников Департамента внутренних дел области и УВД города Караганды для раскрытия преступления. Проводится поквартирный опрос в ближайших территориях, а также ряд других необходимых следственно-оперативных мероприятий. Владельцы магазина готовы выплатить денежные вознаграждения за любую ценную информацию о преступниках. С выше 17 миллионов тенге заплатят карагандинские курильщики за свою пагубную привычку. За три месяца именно на такую сумму выписано штрафов. Местная полицейская служба ДВД Карагандинской области подвела итоги работы по выявлению и пресечению нарушений запрета на курение в неустановленных местах. С начала года к административной ответственности привлечено свыше 3000 курильщиков. Чаще всего люди курят в подъездах домов, в местах массового отдыха и в государственных организациях. За курение в местах массового отдыха к ответственности привлечено 906 жителей области. За курение в государственных организациях 54 человека. В организациях образования 150 человек. Основную массу нарушителей составили те, кто курил в подъездах домов. Таких свыше 2000 человек. Штраф за нарушение запрета потребления табачных изделий в отдельных общественных местах составляет три месячных расчетных показателя. Свой 95-й день рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны Бркут Ешанов. В военно-технической школе было организовано торжественное мероприятие, посвященное юбилею Ахсакала. На мероприятии собрались власти города и члены Совета ветеранов. В ходе торжества Бркуту Ешанову вручили поздравительные грамоты от имени Акима Караганды и главы региона. В свои 95 лет Бркут Ешанов полон сил и энергии. И хотя с возрастом лесок Аксакала заметно осунулось, неизменными остались его глаза, которые сейчас выдают в нем 19-летнего юношу, ушедшего на фронт. Бркут Ешанов – обладатель медали «За отвагу». Ветеран Великой Отечественной войны, а также отец восьмерых детей. Вместе со своей супругой Камышан Апани воспитывает более 40 внуков и правнуков. Ветеран войны активно занимается плаванием, чтобы поддерживать здоровье. Бркут Ата считает, что его долголетие – это милость Всевышнего. Я считаю, что долголетие – это не моя особенность, а милость Аллаха. Эта жизнь меня закалила. С 19 лет я был на фронте. Вернувшись, трудился, создал семью. В народе говорят, на Бога надейся, а сам не плашай. Сейчас я тщательно слежу за своим здоровьем. Хожу в бассейн два раза в неделю. Могу без остановки проплыть 600 метров. Бркут Ешанов познакомился со своей супругой в 1948 году. Два года спустя влюбленные связали себя узами брака. В этом прочном союзе родились шесть мальчиков и две девочки. В этом году семейная пара отмечает 68-ю годовщину свадьбы. Супруга ветерана Камышан Ешанова отмечает, что секрет долгой счастливой семейной жизни кроется в умении быть вместе и в радости, и в горе. Нужно быть вместе и в радостные, и хмурые дни. Нужно уметь бороться с невзгодами и преодолевать трудности. У Бркута прекрасный характер. Он милосерден и заботлив. Дети его очень любят. И он любит детей. Наверное, потому, что он сам был единственным ребенком в семье. В честь юбиляра в военно-технической школе устроили красочный праздник. Поздравить ветерана приехала и заместитель Акима Караганды Ирина Любарская. Она пожелала Бркуту Ешанула крепкого здоровья и преподнесла в подарок спортивную форму, зная о любви Аксакала к спорту. И вот этот подарок всегда мы дарим чипану. А вот сегодня мы хотим подарить спортивный костюм, чтобы вы в нем были всегда с атрибутикой города Караганды. В числе приглашенных гостей были члены Совета ветеранов. Они вручили юбиляру грамоты, накинули на его плечи шапан и весь вечер восваляли его заслуги перед Родиной. Со словами благодарности выступили ученики военно-технической школы. Украшением вечера стало выступление ансамбля ветеранов «Надежда» с попури военных песен. Собравшиеся ветераны получили массу положительных эмоций от торжественного мероприятия. Нельзя не отметить, что в Карагандинской области осталось всего 140 ветеранов Великой Отечественной войны. 138 из них давно переступили рубеж 90-летия. Торжан Лянова, Жаслан Макубеков, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Продолжаем выпуск. Зарегистрировать автомобиль и заменить водительское удостоверение можно в сельских спецсонах. Первыми оценить преимущества новой системы могут жители Осакаровского района Карагандинской области. Здесь клиент уже заполняется заявка. Здесь заполняют по ИНУ, забивают здесь. В этом все. Клиента полностью заявка. Здесь идет же электронное сразу фотографирование. Значит, выставляется здесь оценка. Клиент работу оценивает нашего сотрудника. И электронная заявка сразу падает в полномоченный орган. То есть сотрудникам РЭП. Заместитель руководителя департамента ЦОН по Карагандинской области Оркен Каумбаева рассказывает, что новшество значительно облегчит замену водительского удостоверения и регистрацию транспорта. Сельским жителям больше не придется ехать в областной центр или обращаться напрямую в органы внутренних дел. Однако данный пилот распространяется только на замену водительских удостоверений. Впервые водительские удостоверения граждане могут получить только в специализированных ЦОНах. То есть в городе Караганде. Одной из первых услугами Осакаровского спецЦОНа воспользовалась Валентина Георгиевна Бажбанова. Сюда она обратилась, чтобы заменить водительское удостоверение. Все сделали быстро, сообщила Валентина Георгиевна. По замене прав. Очень быстро, очень удобно. Понравилось то, что все в одном здании, в одном центре. И почта, и быстро приняли документы. И вот уже буквально меньше, чем через час я получила водительское удостоверение. Я очень рада, всем рекомендую. То, что для населения созданы такие условия. Все очень быстро и удобно. Эти же удобства сельчане испытывают и при регистрации автомашин. Отдал менеджерам документы. Кстати, быстро все так заполнили оперативно. Сдал документы и вот через час машину мою сняли с учета. Удобно, хорошо, не надо никуда ездить. Не надо ехать в Караганду. Сколько километров нам тоже затраты. Все происходит на месте, в Осакаровке. Стоит отметить, что размещение сотрудников РЭО административной полиции в районных отделах ЦОН выполняется по решению межведомственной комиссии под председательством заместителя премьер-министра Аскара Жумагалиева. Такую рекомендацию вынесла специальная мониторинговая группа при агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции. Сегодня спец ЦОН в Осакаровке оказывает услуги жителям близлежащих сельских округов и Нуринского района. Но в будущем клиентами спец ЦОНа могут стать и жители близлежащих сел Акмулинской области. Это все говорит о том, что мы не стоим на месте, продвигаемся вперед. Вопросы обслуживания населения ставим на более такой высокий уровень. Это все в рамках оказания качественных государственных услуг населения. Также сообщается, что в скором времени еще 21 фронт-офис Госкорпорации правительства для граждан в 9 регионах будет задействован в этом проекте. Напомним, с 2012 года в Казахстане работают специализированные ЦОНы для оказания гражданам государственных услуг по выдаче водительских удостоверений и регистрации транспорта по принципу одного окна. На сегодня в стране функционирует 14 спец ЦОНов и 3 сектора. До конца этого года планируется открытие спец ЦОНов в Атыраусской и Западноказахстанской областях. Андрей Теноман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Каргандинский. И еще одна новость от Корпорации правительства для граждан. Заменить водительское удостоверение теперь можно онлайн. Для этого необходимо иметь электронную цифровую подпись. Услуга доступна для граждан страны, проживающих в Астане и Алматы, а также в областных центрах. Сотрудники карагандинского ЦОНа совместно с полицейскими провели специальную акцию на дорогах города. Последнее десятилетие в Казахстане ознаменовалось существенной цифровизацией. Сегодня, чтобы оформить большинство документов, нет необходимости выстраивать большие очереди в государственных учреждениях. Достаточно иметь цифровую электронную подпись, чтобы получить государственную услугу на портале электронного правительства. С недавних пор стало возможным поменять онлайн водительское удостоверение. Сотрудники ЦОНа совместно с полицейскими организовали специальную акцию, на которой разъясняли карагандинским автолюбителям об открывшихся возможностях. Что мы говорим гражданам? Что они на сегодняшний день имеют такую возможность, не выходя из дома, либо со своей работы, с офиса, онлайн заказать водительское удостоверение через ЕГУ. Для этого, в принципе, много ничего не нужно. Нужно только иметь электронно-цифровую подпись на сегодняшний день и авторизоваться на портале электронного правительства. К электронной заявке прикладывается фотография и скан с изображением подписи. Далее необходимо распечатать сформированное электронное заявление. Также необходимо распечатать электронный чек об оплате государственной пошлины. К слову, стоимость госпошлины за водительское удостоверение – 1,25 МРП. На сегодня это – 3 тысячи семь тенге. Карагандинские водители, участники акции, с удивлением узнавали о новых возможностях. Многие заявили, что обязательно ими воспользуются. Я считаю, это очень удобно. Тем более, у меня уже срок водительского удостоверения подошел к замене. Я воспользуюсь этой услугой, конечно. Спасибо большое. После всех действий на портале остается лишь проехать в спеццон по месту жительства или в РЭП дорожной полиции для получения готового водительского удостоверения. При себе необходимо иметь ряд документов, таких как медицинские справки, распечатанные заявления и чек, а также водительское удостоверение для обмена. Андрей Тенаман Кужанов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Солбулкар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова